Приветствую! Epic Games, оказывается, сделали множество прорывных технологий, которые изменили отрасль разработки 3D-приложений и игр. В этом видео познакомимся с тем, как добавить в наш физически обоснованный конвейер отрисовки возможность показа отражений. То есть мы добавим ко всем объектам возможность отражений и показа изображений, которые были предварительно запечены и добавлены в сцену. Давайте посмотрим, как правильно предварительно отрисовывать отражение объектов на сцене и как оно работает на языке программирования C++. Будет интересно! Погнали! Epic Games разделили интеграл излучения на две части. Первая часть известна как отфильтрованная карта среды, а вторая часть уравнения равна BRDF части интеграла отражения. Предварительная фильтрация карты окружающей среды очень похожа на то, что мы делали в предыдущем видео. Разница лишь в том, что теперь мы учитываем шероховатость и последовательно сохраняем более грубые отражения на MIP-уровнях предварительно отфильтрованной карты. Вместо равномерного или случайного создания выборочных векторов по полусфере интеграла Омега, сгенерируем векторы выборки, смещенные в сторону общей ориентации отражения среднего вектора микроповерхности на основе ее шероховатости. Инженеры по графике в Epic Games сохраняют предварительно вычисленную BRDF, двулучевую функцию отражательной способности, на каждую комбинацию нормалей и направлений света при различных значениях шероховатости в 2D текстуре поиска, которая именуется LUT, она же известна как карта интеграции BRDF. Процесс предварительной фильтрации окружающей среды аналогичен свертке карты освещенности. В этот раз будем масштабировать размеры фреймбуфера до соответствующего масштаба MIP-карты. При этом каждый MIP-уровень уменьшает размеры ровно на 2. Для начала нам потребуется кубическая карта для предварительной фильтрации. Аналогично тому, как в прошлом видео мы использовали захват изображения каждой грани куба, будем создавать текстуры для предварительной фильтрации. Только на этот раз будем учитывать шероховатость поверхности и будем последовательно записывать отражения от шероховатых частей в разные MIP-уровни. Для начала создаем кубическую карту для хранения предварительно отфильтрованных данных об окружении. Общая форма возможных отражений исходящего света известна как зеркальный лепесток. По мере увеличения размера шероховатости размер этого лепестка увеличивается, а форма меняется при изменении направления падающего света. Когда дело доходит до модели микроповерхности, можем представить зеркальный лепесток как ориентацию отражения относительно средних векторов микрограней. Именно эти вектора мы и возьмем. Это и есть выборка по важности. Внимание! К этому видео необходимо подготовиться. Поставь видео на паузу, иди по первой ссылке в описании в интенсиве 3D-игровой движок на C++. Есть материалы и теория по методам Монте-Карло. Изучи их, а потом возвращайся к просмотру. Теория подсказывает взять нормальное распределение, то есть функцию нормального распределения. Так и поступим. Так как мы работаем в данном случае со сферическими координатами, система координат сферическая, то нам на каком-то этапе придется перейти в Декартову систему координат. А потом результирующий вектор выборки необходимо будет преобразовать из касательного пространства в мировое пространство. В конечном итоге, эти действия позволят нам получить вектор выборки, который будет ориентирован вокруг ожидаемого среднего вектора микроповерхности на основе некоторой входной шероховатости, а также значения последовательности с низким расхождением хи. Стоит отметить, что Epic Games использовали шероховатость, возведенную в квадрат. Это у нас переменная кей. И сделали это не без основания, именно для того, чтобы улучшить визуальные результаты. Повторяем ровно то, что было сделано в движке Unreal Engine в версии 4 и впоследствии в Unreal Engine 5 и в конечном итоге получим довольно сочную картинку. В этом же шейдере, в функции Main, будем предварительно фильтровать окружающую среду на основе некоторой входной шероховатости, которая будет варьироваться для каждого уровня MIP-карты предварительного фильтра. Значения шероховатости варьируются от нуля до единицы. При отрисовке в режиме реального времени очень важно понимать о методах предвзятых и непредвзятых. Так как я надеюсь, что вы интересуетесь компьютерной графикой и рендерингом, вероятно, сталкивались со статьями или сообщениями, в которых авторы говорили о предвзятом или несмещенном отслеживании пути, так называемый biased path tracing. На форумах очень часто задают вопрос, что это значит? Этот термин относится отнюдь не к области рендеринга, а к области статистики. Да, это математика. Термин несмещенная трассировка пути, unbiased path tracing, был придуман для обозначения определенного типа алгоритма, который используется при рендеринге на основе несмещенных статистических методов. Напомню, для тех, кто не знаком со статистикой, разница между ожидаемым значением и параметром это то, что называется смещением. И вот мы плавно переходим к тому моменту, что оказывается в 3D графике, важно понимать множество смежных наук. Вот мы наконец отфильтровали карту окружения в зависимости от шероховатости. Далее будем сохранять значение в переменную prefiltered color. PDF это probability distribution function функция распределения вероятности. Далее важно результат prefiltered color разделить на общий вес выборки, где образцы с меньшим влиянием на конечный результат вносят меньший вклад в окончательный вес. Наконец, определив последовательность Hammersley с низким расхождением и генерацию выборки, можем завершить работу над шейдером свертки предварительного фильтра. Получили дозу полезной информации поставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы мотивировать выпускать более качественное видео. Напишите в комментариях какой формат видео вам больше нравится. Допустим, мне нравится, когда показывают кучу кода или мне нравится, когда больше интерактивных элементов и показывают теорию. Кстати, о теории. А к сожалению, математика в разработке 3D-приложений повсюду. Поэтому вам стоит изучить особенно детально ту часть математического аппарата, которая отвечает за статистику и вероятность. Потому что все, что связано с отрисовкой в реальном времени, так или иначе завязано на методах оптимизации, которые строятся на основе именно статистики и вероятности. Кстати, про распределение вероятностей очень много интересного написано в Вайкипедия. То есть можно почитать статьи и посмотреть, оказывается, множество есть функций распределения вероятности, не только нормальное гауссово распределение, есть еще куча разных распределений. Я оставлю ссылку в описании. Пожалуйста, ознакомьтесь, это очень интересно и возможно вы сможете придумать какую-то оптимизацию на основе какого-либо распределения и где-то его использовать в работе. Так что не стесняйтесь, заходите в описании к видео и смотрите полезные ресурсы. Остается захватить уровни мип-карты при фильтрах. Используем для этого наш шейдер и фильтруем карту окружения с различными значениями шероховатости на нескольких уровнях мип-карты. В данном случае используется метод квази-монте-карло QMC для симуляции освещения окружения. Для тех, кто внимательно смотрел предыдущее видео из этой серии, данные действия покажутся очевидными. Делаем в точности такую же настройку карты. Подход напоминает свертку карты освещенности. На этот раз будем масштабировать размеры фреймбуфера до соответствующего масштаба мип-карты. Задаем максимальный уровень мип. У нас это 5. В цикле пробегаемся от 0 до 5. Определяем размер мипа по ширине и по высоте. Затем привязываем рендер буфер, который в данном случае является объектом рендер буфера для захвата Capture RPO и выделяем для него соответствующую память, потому что необходимо будет хранить какой-то кусочек карты размером равным ширине и высоте мипа. Далее задаем область просмотра viewport соответствующими размерами, после чего будем захватывать на каждую грань куба картинку, которую видит камера. Именно в таком виде и получится карта предварительной фильтрации. Также указываем мип уровень, в который визуализируем то, что видит камера. Очищаем все, что происходит на экране и отрисовываем обычный куб. Следующим этапом будет предварительное учисление BRDF. В преобразованном виде BRDF раскладывается на два интеграла. На вход уравнения BRDF подается угол между N и Омега-0 и шероховатость. Позднее в шейдере освещения PBR будем использовать карту интеграции BRDF, то есть LUT. Шейдер свертки BRDF работает на двумерной плоскости, используя координаты двумерной текстуры непосредственно в качестве входных данных для свертки BRDF. Для интегрирования потребуется некоторое число образцов. Пробегаемся в цикле от 0 до количества образцов, получаем значение хи с помощью функции Hammersley. Далее необходимо определиться с более перспективным направлением. Записываем его в вектор H большое. Затем будем вычислять точечные произведения соответствующих векторов. И в конечном итоге получим оба интеграла. Их запишем в переменные A и B соответственно. Этапы вычисления аналогичны шейдеру предварительной фильтрации, поэтому скопируем часть кода и вставим в PRDF шейдер. За исключением того, что нам потребуются еще точечные произведения различных векторов, а также получить подинтегральное выражение. Таким образом, конвейер отрисовки нашего движка становится довольно-таки продвинутым. В следующий раз, когда откройте какой-либо другой движок или игру, обратите внимание на распределение света и отражение объектов. Наконец, для того, чтобы сохранить результат свертки BRDF функции, мы будем создавать 2D текстуру размером 1024 на 1024 пикселя. Epic Games рекомендует использовать число с плавающей запятой с точностью 16 бит. Обязательно предварительно выделить необходимое количество памяти, и чтобы задать число с плавающей запятой в формате 16-битной точности задаем параметр GLRG16F, копируем дублирующий код и вставляем. Обратите внимание, что Wrapping Mode задан как Clamp to Edge, чтобы предотвратить артефакты по границам. Далее будем переиспользовать тот же объект фреймбуфера и исполнять данный шейдер к обычному кваду это прямоугольник размером с экран. В данном случае он будет располагаться в NDC. Это нормализованные координаты устройства. Normalized Device Coordinates. То есть это непосредственно система координат монитора дисплея только нормализованная в определенном диапазоне значений. Используя как предварительно отфильтрованную карту окружения так и LUT мы можем восстановить косвенную часть интеграла отражения в соответствии с приближением интегральной суммы которая была показана ранее. Затем обобщенный результат будет являться ничем иным как отражением или накопленным отражением на сцене. Продемонстрируем что такое BRDF карта. Профессионалы доверяют киберкала лерн и изучают интенсив 3D-игровой движок на C++. Это продвинутый набор материалов для всех желающих. 3D-игровой движок на C++ позволит тебе стать экспертом в области разработки 3D-приложений и игр. Переходи по первой ссылке в описании и приобретай интенсив получишь предварительный доступ ко всем выпускам а также исходный код к каждому из видео. Переходи по первой ссылке в описании и приобретай интенсив уже сейчас. Вы IT-элита школы киберкала. Чтобы внести косвенную зеркальную часть уравнения отражения нужно соединить обе части аппроксимации разделенной суммы вместе. Начнем с добавления предварительно рассчитанных данных освещения Pre-Filter Map и BRDF LUT. Для начала получаем непрямые зеркальные отражения поверхности с помощью сэмплирования предварительно отфильтрованной карты окружающей среды. Выберем соответствующий уровень MIP на основе шероховатости поверхности. Данное действие добавит следующий эффект при отражении более грубые поверхности будут как бы размываться. Вспоминаем что у нас 5 уровней MIP поэтому максимальный лот 4 для отражений. Мы же не хотим сэмплировать тот MIP уровень в котором не находится релевантных данных. Карта Pre-Filter выглядит как чрезвычайно размытый фон. Мне уже тоже интересно что получится в итоге. Давайте посмотрим на конечный результат. Делаем плейтест. Уверен у вас тоже все получилось. Что мы видим? Присутствует несколько сложных геометрических объектов состоящих из различных материалов. Это гранит, ковровая ткань, карбон, медь, а также трава. Карта окружения влияет на освещение объекта. Также видим, что у металлических поверхностей присутствуют отражения. Для примера посмотрим на сферы. Разве это не прекрасно? Вы собственноручно можете сделать то, что делают в компании Epic Games. Улучшать визуальную составляющую можно бесконечно. Оптимизируя различные алгоритмы, добиваясь той картинки, которую именно вы хотите видеть в своем игровом движке. Надеюсь, результат тебя мотивирует и вдохновляет. И вот все пазлы собираются воедино. Тебе понадобятся знания, которые были получены из эксклюзивных видео про трассировку лучей на сайте learn.kiberkala.ru Переходи по первой ссылке в описании, в интенсив, 3D-игровой движок на C++ и изучай эксклюзивные видео. Что дальше? Как развиваться в сфере разработки 3D-приложений и какие навыки стоит оттачивать, если хочешь стать именно инженером по 3D-графике? Во-первых, стоит изучить несколько программно-аппаратных интерфейсов для различных видеокарт и от различных производителей. то есть есть Vulkan, есть DirectX, есть OpenGL, также есть Metal на Apple устройствах. То есть стоит обратить внимание на изучение особенностей работы именно различных API графических, я имею в виду. Также, чтобы прокачать свои навыки до максимума, я рекомендую собственноручно проделать все шаги, которые сделаны в этих API. множество открытых источников, которые позволят сделать простейший отрисовщик, то есть графический рендерер с нуля. Не обязательно вообще API использовать, и вы можете самостоятельно проделать все шаги, которые необходимы для показа изображения на экране. И не просто изображения, а объемного изображения, то есть 3D-объектов. Это необходимо знать, чтобы разбираться в существующих API. Между тем, вы сможете прокачаться максимально в шейдерах, в разработке шейдеров, потому что когда вы руками все проделаете, вы поймете, откуда берутся ноги, и почему именно в тех или иных API сделано так, а не иначе. А когда вы займетесь разработкой своего движка, то вы сможете уже плавать в нем и делать все шаги, все необходимые модификации, чтобы он работал так, как нужно вашему проекту.